В Сергиевом Посаде стартовали юноармейские игры. Открытие провели в Центральном офицерском клубе на ферме. Это центральный штаб юноармии нашего округа. Игры проводят четвертый год подряд. В организации совместно принимают участие Дом офицеров, командование воинской части в Шарапове и администрацию округа. Юноармейские игры включают в себя три этапа. Сегодня мы присутствуем в Доме офицеров на интеллектуальном этапе, где ребята тестируются по основным вопросам истории нашей Родины. Впереди ребят ждут второй и третий этап игры, в который юноармейцы покажут свою физическую подготовку. Например, будут обязаны сдать спортивные нормативы, предусмотренные ГТО. А также будут соревноваться в строевой подготовке и военных навыках, среди которых стрельба и сборка автомата. На сегодня в юноармейском движении принимают участие 863 школьника. А это 28 юноармейских отрядов, и с каждым годом их количество растет, рассказывает начальник местного штаба Всероссийского движения юноармии Владимир Коломинец. Дети с большим желанием идут в ряды юноармии. И даже не то, что дети идут. Многие родители хотят, чтобы дети были в юноармии и носили юноармейскую форму. Быть юноармейцем – это почетно, это солидно, но в конце концов это красиво. Некоторые идут покрасоваться, но мы им этого не позволяем, потому что все-таки есть какие-то критерии. А некоторые идут, потому что они этого хотят, они этого желают, особенно на фоне последних наших событий. Для Шараповской военной части поддержка юноармейского движения – задача важная. Может быть, в будущем из юных школьников вырастут достойные офицеры российской армии. Ведь некоторые из них планируют поступать в военные училища. Мы обеспечиваем в первую очередь учебно-материальной базой, обеспечиваем своими инструкторами, военнослужащими, которые занимаются с детьми, строевой подготовкой, огневой подготовкой. Мы помогаем им понять и развить в них качество именно патриотизма в первую очередь, потому что через армию, через то, что им интересно, мы в первую очередь прививаем им патриотизм, чтобы они стали достойными членами нашего общества. По итогам юноармейских игр те отряды, которые займут первое, второе и третье места, получат путевки в лагерь «Патриот» во время летних каникул. Елизавета Фомина, Михаил Климов, программа «События».